Коронавирус. Это слово в последние недели не сходит с новостных лент. Статистика тревожит. Количество заразившихся и умерших от этой инфекции меняется ежедневно. Если вначале речь шла только о территории Китая, то теперь говорят о случаях болезни в разных странах мира, в том числе и в России. Эпидемиологи прорабатывают схему лечения этого опасного для жизни вируса. Как обстоят дела в нашей республике? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас сегодня в гостях заместитель министра здравоохранения Чувашской республики Владимир Владимирович Дубов и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашской республике Елена Геннадьевна Прокопьева. Первый вопрос, наверное, будет обращен к Владимиру Владимировичу. Что сейчас делается вообще в целом в стране и в Чувашской республике? И насколько сейчас Чувашия готова вдруг на случай появления коронавируса в нашем регионе? Спасибо за вопрос, уважаемая Татьяна. Действительно, ситуация, которая происходит в Китайской народной республике на сегодняшний день характеризуется, скажем так, небольшим приростом вновь выявленных случаев. Напомню, что выявлены на утро более 20 тысяч заболевших и летальность составляет 2,3%. Хочется отметить, что несколько снизились темпы распространения инфекции и, по данным китайских врачей, можно ожидать, что пик данной коронавирусной инфекции будет где-то в середине февраля и к концу февраля пойдет эпидемия на спад. Что касается Российской Федерации, то меры, принимаемые, вполне адекватные. Вчера выступил председатель оперативного штаба при правительстве Российской Федерации Татьяна Алексеевна Гуликова, которая заверила, что приняты все необходимые меры. Во-первых, закрыты сухопутные границы, железнодорожное сообщение. Осталось авиасообщение и определенный аэропорт, это Шереметьево, отдельный терминал, соответствующий всем противоэпидемическим правилам. Естественно, принято, мы знаем, решение Владимиру Владимировичу Путину о эвакуации жителей Российской Федерации, которая находится в городе Ухань. На сегодняшний день, по почетам, это где-то около 135 человек. И первые борты самолетов уже приземлились и готовы к эвакуации. В дальнейшем в Российской Федерации будут определены зоны, где они будут находиться на карантине с последующим положительным моментом. То есть после окончания изоляции дальше они будут направлены туда, куда им необходимо. Принято два постановления главного санитарного врача Российской Федерации, на основании которых отработала полностью Чувашская Республика. В первую очередь, это изданное распоряжение в Рио главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева. Которая как раз расписала все мероприятия, которые необходимо выполнить нам Минздраву совместно с Управлением Роспотребнадзора. Значит, подготовлены 15 инфекционных стационаров, подготовлены коечные места и изоляторы. Все медицинские организации на сегодняшний день оснащены достаточным количеством оборудования. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, которых на сегодняшний день 422. Это и пульсоксиметры, которых больше тысячи. У нас есть аппарат искусственный, значит, аппарат экстромембранной оксигенации крови, который находится на базе БСМП, при котором, мы знаем, имеется самое высокого уровня инфекционное отделение. У нас скорая помощь имеет весь необходимый комплект изолирующих носилок. Все медицинские организации имеют комплекты одноразового медицинского белья, а также вот этих специальных скафандров, которые на случай выявления больного с коронавирусной инфекцией. Также проведено, я считаю, масштабное учение командно-штабное 31 января, которое показало достаточно высокую степень готовности наших медицинских организаций. По легенде, в поликлинику поступил гражданин, который имеет те или иные симптомы новой коронавирусной инфекции, или, по крайней мере, подозрения. Отработано все очень хорошо. Определенно и отработан весь полностью маршрут, полностью алгоритм взаимодействия. Конечно же, постоянно с Роспотребнадзором мы выверяем списки тех или иных лиц, которые пребывают у нас с места отдыха. Это остров Хайнань. На сегодняшний день под наблюдением находятся 23 гражданина. Из них три – это граждане Китайской Народной Республики, которые к нам прибыли с рабочим визитом. Под каким наблюдением? Они лежат в больнице или амбулаторно наблюдаются? У нас все наблюдение делится на два основных вида. Это стационарное и амбулаторное. Так, на сегодняшний день на стационарном наблюдении находятся трое человек. Это один взрослый, двое детей. И все остальные находятся амбулаторно. Хочу самое главное отметить, что с 28 января во всех точках прибытия граждан Российской Федерации, а также граждан Китайской Народной Республики проводится входное тестирование на коронавирус. Тесты разработаны, находятся в достаточном количестве. Результат уже появляется через 3-5 часов. В случае, если результат отрицательный, они дальше допускаются до тех зон пребывания, куда они, соответственно, нацелены прибыть. Поэтому дальше на усмотрение региона обязательно при взаимодействии с Роспотребнадзором решается, какой вариант наблюдения мы выбираем. Вот, Елена Геннадьевна, как раз хотела у Вас уточнить, как лабораторно исследуются, обследуются люди, которые приехали из Китая в Чувашию или контактировали с туристами на нашей территории? Мне вначале хочется немножко вспомнить про историю коронавирусов. Это не совсем новые вирусы. Они впервые стали известны в 60-х годах прошлого столетия. Вначале считалось, что эти вирусы, они поражают исключительно животных, млекопитающих, домашних животных, как кошки, собаки, крупный рогатый скот. Но, как все вирусы, этот вирус тоже видоизменился. И вот на сегодняшний день мы уже видим, что он и поражает человека. Он мутировал, да? Он мутировал, да. Как и всем вирусам, он имеет свойство изменяться, мутировать. Научными организациями Роспотребнадзора, как только стало известно, о новом коронавирусе в декабре 2019 года сразу были разработаны диагностические наборы для диагностики коронавирусов. На сегодняшний день известно два варианта диагностических наборов для определения присутствия этого вируса в организме человека. Эти наборы основаны на ПЦР-диагностике, то есть молекулярно-генетической диагностике данного вируса. Отбор проводится после сбора эпитанамнеза. Это врач решает, у кого взять анализ и куда направлять материал для лабораторного исследования. На сегодняшний день у нас алгоритм лабораторной диагностики таков. Лечебно-профилактические организации отбирают материал и доставляют его в вирусологическую лабораторию Центра геноэпидемиологии. После этого материал перенаправляется сразу в два адреса. Первый – это Нижегородский научно-исследовательский институт имени Блохиной. И второй образец материала отправляется в научный центр вирусологии и биотехнологии «Векторы», который находится в городе Новосибирске. Получается, у тех людей, которые контактировали, либо были в Китае, которые сейчас находятся в Чувашии, взят этот анализ? Если были показания для отбора материала, конечно, они взяты и направлены. На сегодняшний день мы знаем о двух результатах. Нам научно-исследовательский институт Нижнего Новгорода сообщил, что от двоих детей, которые были в Китае, которые были госпитализированы в детско-инфекционной больнице, и у них были взяты материалы, от них пришел отрицательный результат лабораторных исследований. Но этот образец перепроверяется, как я уже сказала, в институте «Вектор». Владимир Владимирович, собственно, что такое коронавирус? Почему его причислили к особо опасным вирусам? И чем он отличается от других? И чем отличается его лечение от других инфекционных заболеваний? Я думаю, Елена Геннадьевна четко ответила. Во-первых, он новый. Пока что идет его изучение. Мы видим, что его степень контагиозности примерно сравнима с гриппом. Степень летальности или процент летальности не такой высокий. Мы видим, что на сегодняшний день известны пути передачи. Это воздушно-капельный и фекально-оральный на сегодняшний день подтвержден. Поэтому, так как он новый для человечества и находится в стадии такого изучения, и пока что мы не имеем инструментарий для того, чтобы профилактировать его в качестве, например, вакцины, естественно, он будет причисляться к тем вирусам, которые представляют опасность. Но надо сказать, что все необходимые научные мероприятия делаются. Вчера Татьяна Алексеевна Воликова и Анна Юрьевна Попова подтвердили, что планируется командировать в Китай пять специалистов, которые тоже будут принимать участие как в выделении штамма живого вот этого вируса, так и, наверное, проводить какие-то исследования по выработке вакцины. Я знаю, что Китайская Народная Республика тестирует на сегодняшний день на пациентах различные противовирусные средства. Министерство здравоохранения Российской Федерации разослало методические рекомендации. Там действительно есть рекомендации по применению трех противовирусных препаратов, но, скажем так, эффективность их недостаточно доказана. Они достаточно серьезные препараты, они выдаются только по рецепту врача, а самостоятельно их пить не рекомендуется. Скажем так, вот рибавирин, который там рекомендуется, он вообще применяется для лечения. Хронических вирусных гепатитов, другой препарат применяется для лечения ВИЧ-инфекции. Интерфероны, они нам известны давно, но вот какого-то доказательного обзора, что именно они действуют на конкретный коронавирус, пока нет. Поэтому предпринимаются вот такие вот карантинные ограничительные меры. Ситуация держится под контролем, о чем заявила Татьяна Алексеевна Голикова. Никаких на сегодняшний день параметров определять режим карантина или чрезвычайной ситуации на сегодняшний день в Российской Федерации нет. Перечень мероприятий существенно адекватный. Я правильно понимаю, что сейчас единственная сложность, самая большая сложность в том, что у нас нет живого штамма этого вируса. И мы не можем, поэтому медики не могут определить точные пути, вот точечного лечения. И лечат как обычную вирусную инфекцию пока. И, надо сказать, достаточно эффективно, да? Совершенно верно, Татьяна. Надо сказать, что пока что Китайской Народной Республикой живой штамм данного вируса Российской Федерации, конечно, не представлен. У тех двух представителей Китайской Народной Республики, которые заболели на территории Российской Федерации, это Забайкальский край, Тюменьская область, пока что у них этот штамм выделяется. И в то же время, действительно, само течение коронавирусной инфекции действительно способствует тому, что, в принципе, достаточно тех обычных наших мероприятий, которые мы осуществляем, в частности, при гриппозе инфекции. Надо отметить, что мы тут приняли дополнительное мероприятие. В Чувашской Республике с 27 января у нас ограничительный режим во всех медицинских организациях, подвесных к Минздраву Чувашской Республики. Это мы приняли в рамках роста заболеваемости вообще грипп и МРВИ. Но это тоже дополнительное мероприятие для того, чтобы и любая другая вирусная инфекция, в частности, не гриппозной и теологии, тоже не распространялась. Елена Геннадьевна, вчера Ваш руководитель выступила с таким заявлением, что, вернее, она даже поручила во всех местах массового скопления людей проводить особые дезинфекционные какие-то мероприятия. Вы контролируете эту ситуацию? Это уже начали проводить на нашей территории? Да, мы эту работу уже начали проводить. Мы направили письма рекомендателя о том, что дезинфекцию помещений, где идет массовое скопление людей или проводятся культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия, чтобы уборка помещений проводилась с использованием дезинфицирующих средств. И проведение вот этих дезинфекционных мероприятий, о чем говорила Надежда Феофанна, они позволяют профилактировать не только коронавирусную инфекцию, но и другие воздушно-капельные инфекции, в том числе и грипп РВИ, которая на сегодняшний день тоже актуальна, потому что у нас со второй недели января отметился рост заболеваемости гриппи МРВИ. И пока, конечно, заболеваемость не превышает пороговые уровни, но тем не менее такая тенденция отметилась. Поэтому мы будем требовать, контролировать и направлять предписания заинтересованными органами службы для того, чтобы они в своих учреждениях проводили эти дезинфекционные мероприятия. И у нас постановление Главного государственного санитарного врача от 31 января текущего года, номер 3. Этим постановлением также рекомендуется проведение и усиление дезинфекционного режима в предприятиях общественного питания, торговли, на вокзалах, где идет действительно массовое скопление населения. Мы эту работу будем требовать и контролировать. – Дорогие телезрители, действительно, бояться не стоит, но профилактику нужно всегда проводить. Мы сейчас поговорили о том, что делает Минздрав, что делает Роспотребнадзор. Нам, обычным людям, как предостеречь себя и как помочь вообще предотвратить распространение вируса? Что нам делать для того, чтобы обезопасить себя и окружающих? – Подумать и правильно рассудить, куда можно поехать отдыхать. То есть, необходимый выбор. – Это самое важное, да? – Это самое важное. Мы знаем, что с Китайской народной республикой контакт с границами имеют, общие границы имеют Вьетнам, Таиланд, Бангкок и другие страны. Действительно, ограничить вот эти 26 известных стран, куда произошел завоз коронавирусной инфекции. Второе – это часто мыть руки. Это очень самое важное. Ведь мы все привыкли чихать в руки, потом дотрагиваться до любых предметов. Таким образом и формируется передача инфекции. Вообще, в Швеции и в странах Скандинавии учат чихать вот так вот, в локоть, чтобы не было распространения. Второе – это ношение масок в местах массовых скоплений. Не допускать, если вы себя плохо чувствуете или вы видите, что кто-то рядом, грубо говоря, чихает и так далее, не посещать места массовых скоплений людей. Простые очень мероприятия, все те же самые. Какие у вас пожелания к нашим телезрителям? Я тоже хочу дополнить и напомнить о том, что профилактика всех инфекционных заболеваний – это прежде всего соблюдение правил личной гигиены. Это мытье рук перед едой, после посещения общественных мест, обработка рук спецсодержащими салфетками. Они сейчас доступны всем. Также, значит, максимально сократить пребывание в местах массового скопления людей – тоже это играет огромную роль. А также сейчас все пользуются телефонами, смартфонами, гаджетами, чтобы эти вот поверхности этих вот оборудований тоже обрабатывались с препаратами, которые содержат спирт. Потому что по последним рекомендациям на коронавирусы хорошо действуют, эффективно действуют спиртсодержащие препараты, хлорсодержащие препараты. То есть убивают эти вирусы. Поэтому это является эффективной мерой профилактики защиты. Спасибо, Елена Геннадьевна. Спасибо, Владимир Владимирович. Дорогие телезрители, берегите себя и будьте здоровы! Дорогие телезрители, берегите себя и будьте здоровы!